Встречайте, Аслан Шахабов! 54 балла, какая внушающая цифра! 54 балла за год, это при том, что мы слышали с вами другие цифры топовых спортсменов других высокой категории. Это и 30 баллов, и 9 баллов. 54! Аслан Шахабов! 55! Ну и мы можем отметить, что это одна из самых малочисленных высокой категории, всего лишь 3 человека. А на ковер приглашается его соперник, добравший в рейтинге синих поясов 27 баллов, занявший второе место в рейтинге, представляющий клуб Мурадов Тим. Приветствуйте, Магомед Баштаров! Ну и меньше участников только в самой тяжелой весовой категории, до 100 килограммов. 100 плюс, вернее, точнее 100 плюс килограммов, свыше 100. Здесь три участника. Аслан Шахабов выиграл одну схватку, а Магомед Баштаев прошел финал без участия в схватках. То есть был свободен. Баштаров, извините. Двое одноклубников. Опять же мы видим, что противостояние Тима Мурадова в Бажаже продолжается. Хочу напомнить, что сегодня на татаме исключительно синие пояса. И в связи с этим вопрос. Как вы думаете, учитывая, что Арби Мурадов, по-моему, находится в зале, будут ли сегодня пурпурные пояса к концу мероприятия? Скорее всего, наверное, на тренировке Арби отметит тех, кто победил сегодня. Я даже знаю предполагаемые имена тех, кто будет повышен в классе, скажем так. Но оставим, оставим пока это такой своеобразной интригой. Я думаю, дальше любители Бажаже, кто следит за этим видом спорта, обязательно узнает из соцсетей, кто был повышен в классе. Я думаю, Муслим Абдулаев, Илес Хашагульгов, Шамиль Мажетханов. Это ребята, которые, наверное, сегодня действительно впечатлили больше всех. И, вероятно, они будут первыми кандидатами на повышение в классе. Аслан Шахабов занимает позицию сверху, пытается растянуть его ноги Магомед Баштаров снизу, вероятно, провести свип. Очень сильный физически Аслан Шахабов. Для тяжеловеса он обладает хорошими габаритами. И вот, пожалуйста, попытка Кимура. Очень близко. Очень близко. И проводит Кимура. Да, третье премия. Извините, конечно же, сабмишин главнее, но это же еще и третье премия. Отлично. Хорошая, короткая схватка. Очень важно, да, то, что чем дальше, чем ближе к главной схватке турнира, тем короче поединки завершаются. Да, самая скоротечная схватка турнира. Аслан Шахабов очень уверенно, сверху уверенно проходит. Болевым приемом на руку победу одержал и стал лучшим джитсером весовой категории 98-100 килограммов Аслан Шахабов. Поздравляем Аслана Шахабова. На награждение приглашается обладатель черного пояса бразильского джиу-джитсу Идрис Умай Мусаев. Идрис Мусаев, один из черных поясов Чеченской республики, награждает победителя. У нас впереди один финал и один суперфайт. Самый малочисленный весовой дивизион, свыше 100 килограммов. Сначала выйдет на ковер. А после этого Юсиф Раисов и Марив Пираев поставят точку в данном турнире. Бонус от спонсора турнира в размере 200 долларов.